Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Карл Эйнер, и я родом из Швеции, но я живу в Икее. Родители собрали меня с помощью шестигранного ключа, и я люблю фокусы. Сейчас я вам покажу что-то весьма особенное. Это кассета с записью начального курса для начинающих фокусников. С ее помощью любой может самостоятельно научиться показывать фокусы. Я купил ее на блошином рынке в Лондоне много лет назад. Сейчас мы будем слушать ее на моем старом кассетнике из Швеции, из моего детства. Да, когда-то я был молод. Очень хорошая. Кассета для самостоятельного обучения. Начальный курс для начинающих фокусников. Итак, дамы и господа, слушаем. Надеюсь, вам понравится. Здравствуйте, дорогие друзья фокусники. Добро пожаловать в мир фокусов Атакме, компании, производящей все что угодно. Сегодня мы изучим фокус, который называется исчезновение банданы. Для него вам потребуется два предмета. Это квадратный кусок темной ткани и желтая бандана. Возьмите бандану. Сложите ее пополам. Да, да, все правильно. Сложите ее пополам. Теперь сложите ее еще раз. Теперь спрячьте сложенную бандану в левой руке. Не забывайте держать руку естественно. Это называется пальмирование. Теперь, когда вы освоили пальмирование, мы можем начинать. раскройте сложенную бандану. Помахивая ей вверх и вниз, покажите публике, что это самая обыкновенная бандана. Если кто-то из публики не верит, что она настоящая, дайте ему вытереть ею лицо. Теперь возьмите кусок темной ткани, сложите вместе концы, чтобы получился небольшой мешочек. Теперь, свободной рукой сложите бандану по складкам, которые вы сделали ранее, и положите бандану в мешочек из темной ткани. Сдавливая мешочек снаружи, скомкайте бандану до небольших размеров. А не заметила публика, что на самом деле вы бандану в мешочек не положили? Все это время вы прятали ее в левой руке. Пальмирование, помните? И не забывайте держать руку естественно. Теперь сделайте магические пассы. И для грандиозного завершения, молниеносно встряхните мешочек и получите заслуженные аплодисменты. Кипец! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...